МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим темам в Новосибирске будут судить денежного афериста. В прошлом году житель Кировского района через интернет приобрел 25 фальшивых купюр номиналом 2000 рублей каждая. Партию подделок, как выяснили следователи, фигурант хотел сбыть. Он уже даже договорился об отправке незаконного товара почтой, но в дело вмешались оперативники. Мужчину задержали сразу после получения бандероли и взяли под стражу. Материалы этого уголовного дела уже утвердил прокурор. В ближайшее время они поступят в суд. Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы. Двое нетрезвых жителей Новосибирска попытались прорваться через границу с Казахстаном. Инцидент, достойный любой киноэпопеи, произошел накануне в пункте пропуска Павловка. Это Карасукский район области. Привлек внимание к внештатной ситуации опытный сотрудник, когда заметил, что к пункту пропуска, не снижая скорости, летит подозрительный автомобиль. По его команде были развернуты все имеющиеся средства принудительной остановки, а сам въезд на территорию сопредельного государства тут же заблокировали. За рулем легковушки сидел нетрезвый мужчина. Его попутчик был в похожем состоянии. Лихачи не смогли внятно объяснить причину столь дерзкого поступка. Возможно, когда протрезвеют, это у них получится. Забутыльников привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение пограничного режима. Арестанты поспешили на помощь. Еще одна история, связанная со скоростью передвижения, произошла в Куйбышевском районе в минувшем году. Двое сидельцев решили поддержать знакомую, у которой возник жилищный конфликт. И ради этого покинули места, не столь отдаленные, где отбывали повинность. Теперь благородным рыцарям грозит новый срок за побег. Осенью прошлого года на участке поселения исправительной колонии номер 12 в Куйбышеве не досчитались заключенных. Двое неоднократно судимых мужчин досиживали там свои сроки. А ранее они отбывали наказание на общем режиме. Как потом выяснилось, один из арестантов узнал, что его сестру с маленьким ребенком пытается выселить из дома некий родственник. Чтобы помочь близкому человеку, фигурант решился на побег. А приятель составил ему компанию. Злоумышленники при помощи имеющегося у них ключа открыли замок от пожарного выхода и общежития участка колонии поселения. И через открытую ими дверь вышли, а затем и покинули территорию колонии. Впоследствии обвиняемые поехали на такси в село Балман Куйбышевского района, а потом и сам в город Куйбышев, где на трассе при въезде в город в ночь на 12 октября они были содержаны сотрудниками исправительного учреждения. До того, как попасть в руки правоохранителей, напарники успели неплохо покататься по Куйбышевскому району на такси. В деревне они вмешались в жилищный спор и долгое время конфликтовали с оппонентом, который якобы выгонял женщину на улицу. Помимо этого, заступившийся за нее брат, ожидавший скорого освобождения, хотел присмотреть себе новое место жительства. Правда, теперь обоим путешественникам придется вновь предстать перед судом. За побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц, обвиняемым грозит до пяти лет колонии. Кроме того, одному из подельников инкриминируют также угон транспортных средств без цели хищения. По версии следствия, уже после нелегального вояжа на волю, сиделец, работая на одном из предприятий, без разрешения пользовался газелями и грузовым мазом в личных целях. Трое наших земляков похитили жителя Алтая и устроили его на работу. Правда, исключительно для того, чтобы забирать зарплату. В своеобразное рабство мужчина попал, поскольку был должен своим благодетеля. Семь лет назад он оформил займ, гарантом которого стала знакомая из Новосибирска. Обязательства перед кредитором не выполнил и деньги взыскали с поручителя. Супруг этой женщины вместе со своими приятелями решил силой вернуть нажитое. Он привез должника в свой город и заставил трудиться. Правда, теперь по решению Алтайского суда сам ограничен в свободе на 6,5 лет, так же, как и его помощники. Мы же посмотрим и другие криминальные сводки наших соседей. Территория Сибирь. Далее в программе. Территория Сибирь. Обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Юноша уже признался, что арсенал собирал для того, чтобы напасть на одноклассников и учителей. Акцию планировал устроить 20 апреля. Именно в этот день, в 1999 году, произошла трагедия в американской школе Колумбайн, где двое учеников расстреляли 12 своих товарищей и учителя. Планом красноярского мстителя помешал режим самоизоляции и силовики. Накануне подростка арестовали до 17 июня. А на Алтае следком и ФСБ вскрыли очередную коррупционную схему. Бывшего замглавы краевого минстроя Андрея Голубцова заподозрили в получении особой крупной взятки. По данным следствия, бывший чиновник погрел руки на капремонте объектов теплоснабжения. За откат в 2 миллиона рублей он якобы обеспечил победу одного из подрядчиков на аукционе, а затем закрыл глаза на недочеты выполненных работ. 10 апреля высокопоставленный управленец написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако это не помогло ему выйти сухим из воды. Голубцова уже арестовали на два месяца. Всего ему грозит до 15 лет за решеткой. В Кемерове полицейские поймали торговца героином. Люди в погонах давно следили за предполагаемым сбытчиком. 37-летний мужчина цыганской национальности поставил торговлю зельем на поток. Накануне задержания сыщики провели контрольную закупку. Оплатили 4 грамма порошка и нашли закладку там, где и указал продавец. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконный избыт наркотиков в крупном размере». Большая семья подозреваемого может остаться без кормильца на следующие 20 лет. А в Новокузнецке пожилая местная жительница неожиданно для себя угодила под статью. Найдя в банкомате на вокзале чужую банковскую карточку, женщина не только оставила ее себе, но даже пробежалась по магазинам и накупила продуктов и хозяйственных товаров почти на 4000 рублей. После этого любительницу легких денег остановили полицейские и объяснили, платы за подобный шопинг могут быть 3 года колонии. Говорят, злоумышленница все осознала и уже возместила ущерб хозяину карты. Рассказывали сказки по телефону, а потом собирали урожай. Двое рецидивистов из райцентра СУЗУ на обманом получали деньги с жителей Хакасии и Архангельской области. И несмотря на то, что действовали фигуранты по классической давно известной схеме, пострадавших в деле немало. Используя различные сотовые телефоны и сим-карты, путем случайного набора цифр звонили на стационарные телефоны граждан. Ответившим на телефонный звонок, злоумышленники сообщали о том, что их родственник совершил тяжкое преступление, а затем просили перевести деньги якобы за освобождение от уголовной ответственности. Всего на счету аферистов больше 60 эпизодов. В основном их жертвами становились пожилые люди. Причем 13 потерпевших успели перевести деньги. Суммарно подельникам удалось заработать около 200 тысяч рублей. При задержании следователи изъяли 7 мобильников, банковские карты и другие девайсы. Все эти предметы стали уликами по делу о мошенничестве. В ближайшее время ранее неоднократно судимые персонажи предстанут перед судом. А сейчас, внимание, розыск полицию интересует этот мужчина. Подозреваемый зашел в магазин в центре города и, как уверяет кассир торговой точки, забрал у нее 15 тысяч рублей. Продавец написала заявление. Теперь вероятного грабителя ищут. Если вы узнали человека с фотографией, позвоните. Телефоны на экране. Конфиденциальность гарантируют. И замыкает сегодняшний рейтинг криминальных псевдодостижений вор из города Черепаново. Мало того, что преступления, которые он совершил, раскрыли по горячим следам, так еще и улов наверняка вызовет улыбку у сокамерников. Из дома с улицы Цветкова, взломав входную дверь, мужчина украл колонку, микроволновку и центрифугу. Известно, что раньше фигуранты уже привлекали к уголовной ответственности по разным статьям. От банальных краж до угрозы убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники полиции выясняют, где еще наследил рецидивист. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступление или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС.